ребят всем привет всем привет а вы знаете где мы сегодня мы сегодня в шэньчжэне мы сегодня приехали в гости к лёше плюс сделать еще свои дела хотим обновить телефоны хотим перейти на 10 iphone да почему бы нет да в общем посмотрим если у нас получится купить то сегодня мы приобретем новые телефоны и похвастаемся вам с лёшей мы давно уже договаривались со встречи он говорит приезжайте в шэньчжэнь наши дети остались леной вот она взялась понянчиться опять и у нас такая похожая ситуация опять получается как мы и поехали в макао да то же самое то есть лена получается посидела с нашими детьми мы поехали в макао очень клево время провели ребята если кто еще макао не видел я оставлю ссылочки в описании посмотрите обязательно макао мы опять одни мы без детей сегодня будем оторваться гулять шэньчжэнь поехали а я постриглась сделанного прическа у меня челка правда в жаркой влажной среде она постоянно у меня такая замыленная выглядит ну вот обстригла обесвеченные концы и практически вот у меня родной цвет остался как вам кстати ребята вы бы видели как она постригалась это было что там мы поехали в нашу парикмахерскую но в мою парикмахерскую где я обычно стягусь я группа ехали бы постригут говорю с неправильно там постригут от вырастет от растет ничего страшного она сидит и евро скажу накала я сидела честно я плакала мне прям слезы текли я напугала мастера до смерти по моему он не знал что делать в итоге он маленечко поработал все ножницами и я считаю что удачно получилось мне в очень нравится а а а Продолжение следует... Знаменитая улица Хуачэмбэй. Ребят, мы, в общем, вышли. Станция метро называется Хуачэн Роуд. Выход А. Ребят, нам не нужны вот эти вот рынки. Там все дорого. Нам нужно нужное место. Мы идем посмотреть телефончики в это место. На этом рынке есть восстановленные, новые, бэушные. Там чуть-чуть с царапиной. Там сколько-то процентов бэу. Это самый популярный рынок айфонов в Шэньчжэнь. Ребят, на рынке снимать нельзя, поэтому не будем раздражать местное население. Просто включимся, когда уже что-то приобретем. Какие-то мысли будут. Здесь очень много народу, здесь очень большой трафик. И вот это здание, это вот оно и есть. Я не знаю, как оно называется правильно, но это, в общем, рынок айфонов. Здесь на четвертом этаже много-много можно купить телефончиков. На первом, на втором, на третьем этаже. Там, кажется, комплектующий. Все, ребята, вышли мы из рынка. 35 минут 8 уже, да, и прям выгоняют, свет выключают. В общем, часов 8, я так думаю, этот рынок закрывается. Вот. Сейчас нас уже Леша ждет. Мы идем к нему навстречу. У нас, кстати, ничего не получилось купить. Мы купили только два телефона. Десятки у нас не получилось купить. Было решено семейным советом, что купим десятки, наверное, осенью. По приезду с России уже в Китай. Поедем на рынок и приобретем себе десяточки. Вот так вот, ребята. А сейчас идем навстречу с Лешей гулять. Лабиринты, блин. Лабиринты в Шиньжене, здорово. Блин. Я реально, я просто заблудился сейчас. Давай еще раз поздороваться, официально. Постанова. Ты кидал его, я такую руку протягиваю, ты такой, скайтер, раз обнимаешься. Ребята, я прям реально, я бегал там и я думал, что, ну, вообще, не знаю. На каком этаже? На всех. Я, короче, забегаю туда, там вывеска, ну, не вывеска, а exit, ну, выход. Туда, я прибегаю, там просто все закрыто. Думаю, как выйти? Ну что, Леша, мы приехали. Мы приехали. Мы в Шиньжень. Все, как и обещали. Короче, ребят, вы, возможно, не знаете. Что у нас сегодня будет, расскажи, ребята. Рассказывай, минимальный план. Сегодня 40 лет городу Шиньжень. Если вы не знали, на минуту. Не знали. И в центре сейчас, там такая движуха проходит, что это, ну, ну, не это, конечно, но другая, возможно. Вот, и мы сейчас просто поедем в центр, там походим, погуляем, там безумно красиво должно быть, а потом, возможно, выпьем какое-то пиво, покушаем, потом поедем ко мне, а дальше там еще ребята потянутся, короче, ну, я думаю, будет весело. Погнали? Погнали. Ой, наконец-то мы с Лешей встретились. Он мне наснимает много-много красивых кадров, а я потом все это делаю, сяду и смонтирую, и получится. А потом у тебя будет 20 минут, а у Леши 5 минут, да? Вот так вот, да, да, да. Кстати, когда мы гуляли вместе, у меня получилось 20, там, с чем-то по 40 минут, а у Леши 5 минут. Леша потому что помогал мне снимать. Спасибо, Леша. Леша, ты куда нас ведешь? Я сам бы знал, друзья. Короче, Леша нас ведет в самое пекло, это центр, да, будет, получается, да? В Шинчжене? В Гуанчжоу. Ну, это вообще уже центр, да, в Шинчжене считается, в Тиене. Идем сейчас на место, откуда самое лучшее будет смотреть шоу к 40-летию Шинчжена. Леш, случайно мы не в метро идем, а? Нет, 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 нет. И слава богу, слава богу. Красивый мост, да? Вообще. Красиво украшен. Давайте, давайте я вас сфоткаю. Здесь что-то сейчас будет, да? Днем здесь вот там, ну, классный парк, там очень много людей гуляет. Вообще здесь, никогда здесь только народу не видел. Но понятно, что все собрались именно в центр посмотреть вот на действия, которые сейчас будут. Играет музыка. Блин, какое офигенное шоу. Класс. Леша, ты нас привел прямо у Крана. Да, конечно, не ожидали. Классно. Леша, на, инструмент, пожалуйста. Работайте. В общем, ребята, нифига у нас не получилось. Ой, мы, блин, садимся и никогда не пристегиваемся здесь. Вот. Ничего Шинди у нас сегодня не получилось. Блин, там столько срочек будет в комментариях, типа, вот этот Леша. Банна обещал и ничего не показал. В общем, отменили. Сегодня отменили. Из-за какой-то непонятной причины. Потому что много народу вообще, ну, непонятно, короче. И вы знаете, здесь и сотовая связь плохо лоит. И столько народу я никогда не видел, наверное. Попросим Лешу, Леша от снимет в отдельный ролик, наверное, на его канале выложит. И мы посмотрим все, да, Леш? Да. Тебе придется приехать сюда в другой день, другой, ну, завтра, да, наверное, и отснять это все дело. Да. Все. Да я нам отцелили просто приеду. Ну, ты вообще просто козырный, чувак. Козырный козырный. Да, и, в общем, ссылочку на это видео, да, в описании оставлю, да? Да, было. Все, ты, вот он пообещал, отцелит это шоу и прям вот на его канале можем будет заценить. Все, ребята, переходим по ссылочке. В описании. А сейчас мы куда поехали? Ну, мы сейчас ко мне едем. Музыка. Музыка. Я когда только приехал в Китай. Короче, я слышал, как китайцы говорят, типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. На самом деле, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я думал, они типа так с меня очень тупо смеются. Ты подошел к ним, ты там что-нибудь объяснил, объяснил, наперёдчик показал, а не ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, ну что я не так говорю или показываю, да? Я просто, ну, я же только приехал в Китай, я же не знаю, как китайцы смеются. Я думал, они так по-дубильному смеются, типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха. В итоге что это начало? Ну, это типа, хорошо, хорошо, хорошо. Хау-хау-ха-ха-ха-ха-ха. Да, но они быстро, они когда быстро говорят, они типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. С папой с мамой едем сейчас ко мне в гости. Вот, будем сидеть, пить чай, кушать шоколадки и общаться. Да, а вы шоколадки сегодня кушали? Тогда я вам передам пару шоколадок, хорошо? Леша, у нее ассоциируется с шоколадками, да, по-моему? Выписывая. Такая худешная. Алло, алло. Ага. Блин, еле. Я чувствую, я обманул ребенка. Приехали к Леше домой, он показывает свое парковочное место свое. И здесь, смотрите, вот это то, что вы увидели, наверное, на видео, да? Это электро. А это, наверное, бензиновый большой такой мотоцикл, Леш. Да, да. Мне просто говорить да, да? Слушай, какой классный цвет, правда, вообще офигенно. Ну, короче, давай ребятам скажем, что это все-таки не бензиновый. Короче, это электробайк. Давай, кстати, почему бы и нет. Вот здесь аккумулик. Да. Слушай, ну ничего себе, аккумулятор тут огромный. Так, вот здесь вот двигатель сам непосредственно. А где заряжать? Ни выхолопной трубы, ничего нету, ребята, понимаете? Я заряжаю в этих товарищей. Помнишь, Слав, когда ты в прошлый раз ко мне приезжал? Опа, еще сигналочка. Вау. Он разгоняется до 90-100 км в час в зависимости от заряда аккумулятора. Я думаю, завтра можно будет покататься, там сделать какой-то тест. Клево. Как ощущения? Ну, прям мощь чувствуется, тормоза сразу же. Да? Дисковый тормоз чувствуется. Хорошо, сидим. А у тебя тут все изменилось, смотрю. Леша, подожди. О, идет женщина. О, ух, ух, ух. Еее, мы дождались. У Леши включения не было от подъезда. О, а у тебя что, кондиционер вообще не выключается, что ли? О, а ты пишешь? Ну да, но это уже все, это уже закончено. О, и это тоже, да? Да, это все уже. Это у нас такой, это с последней коллекции. Ну, типа, у меня техника есть специальная. Сделал новую технику. Сегодня расскажу, но пока не для... Не будешь рассказать все секреты. Ну, я вам расскажу, наверное, опять же. Ну. Опа-на. Когда ты сделаешь вторую часть, Леша отмывает квартиру? Можно? Можно подождите, подождите, смотрите, ребята, скажите, вот это же прикольно, вот так вот, смотрите. Завораживает, да? Вообще классно. Смотрите, смотрите. Да, подождите, вы меня сгибли. Нет, нет, нормально. Ты что, балуешься, что это такое фигня? Ну, на тактику. Офигеть. Это подарок. Давайте, ребята, за встречу. Леша принял по-царски. Спасибо. Уже как бы я вас принимаю, не вы меня два раза. Все, спасибо, что приехали, плюс 40 лет в городу Шенчжэнь, мы как бы празднуем, плюс еще вот этот праздник, да, всем жителям города Шенчжэнь. Сейчас ребята подтянутся, дайте еще так подъеду. Да, сейчас еще подъедут друзья, в общем, посидим, пообщаемся, а дальше будет видно. А теперь на балкон ты не ходишь, да, уже больше? Не хожу, почему ходишь, да? Это просто, это просто от солнца. Иногда вот стоят. Дильник холостяка. Там сало есть? Нет, сало, к сожалению. Ну, нифига себе холостяки сейчас как живут. Ты посмотри, Кать. Так, обзор холодильника. Леш, можно? Конечно. Я сначала как бы снимаю, а потом спрашиваю. Это капусту нужно уже добыть. Так, оливки я видел у тебя в видео, ты их нормально, да? Да, я еще не добил эту банку, кстати. Я думал, я быстро добью, но я не добил. Я считаю, что все есть. Все, что нужно, стоит. Это девчонкам, кстати, есть еще они. Только у девочек в холодильнике могут шоколадки. Спасибо. Там мороженое, е-мое. Короче, здесь. Здесь лосось замороженный. Здесь курочка. А здесь мороженое. Ну, по хозяйству. Вот так выглядит. Ну, холодильник холостяка. В принципе, все есть. Леш, я когда у тебя был первый раз в гостях, вот эта картина у тебя стояла. У тебя что, ее не купили, что ли? Нет, это не купили. Ну, это же две картины было. Вот. Ну, возможно, для китайцев слишком просто. Непонятно, да? Слишком непонятно. Да, слишком непонятно, слишком просто. Но хотя вот эти картины разбираются сейчас очень даже неплохо. Вот такой стиль. И эта для китайцев. Она еще стопнет или она уже? Нет, нет. Смотри, какой. То есть, вот такие, да, берут, да? Да. То есть, что-то в таком стиле, маленько чуть отойти влево-право и такую прям берут, да, китайцы? Процесс прям затягивает. Я смотрела у Леши на видео, как он этим занимался. И прям зависла. Что-то в этом есть, да? Да, вообще. Привет. Привет. Ребят, Катя, Вадим, Слава. Катя. Очень просто запомнить. Добрый вечер. Как Вадим, да, сейчас? Вадим? Да. Очень привет, Слава. Привет. Привет. Просто когда Слава курит, да, вот сигары, тогда типа нормально. Потому что, ну, вообще обычно, да, это более такие типа как мужчины, да? Самые мужчины. Мужчины, да, там типа часы, там котлы, типа у них все. Вот смотрите, вот давайте реально сравним. Поревняем. Поревняем. И вот такой вот паренек, да, такой. Чтобы мама не видела. Чтобы мамка не увидела, да? Ну, реально так и выглядит. Ну, нифига себе. Ну, она даже не может зажигалку зажать, это еще мною. Хорошо можно говорить. Я уже накурився? Еще не раскурил. Вот. Как бы. Ну, я так понял, это оно? Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Тони. Где мои деньги? А? 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 Ребят, всем доброе утро. Вчера хорошо посидели. С новыми друзьями, да? К Леше вчера пришли ребята. Вот. Посидели. Посидели, в общем, до такого момента, пока Леша зевать не стал. Я говорю, все, пойдем спать. В общем, у нас разместилось все в спальне. Сам ночевал где-то здесь. Сейчас убежал по своим делам. С Темой, да, встречаться? Угу. В общем, мы сейчас идем завтракать, ребята. И встречаемся с Лешей и идем гулять. Леша, доброе утро. Мы, в общем, не стали дома у тебя сидеть. Позавтракаем, наверное. А что, нас, если что, не теряй. Катя, я кажется, нашел, где мы позавтракаем. Пошли. Ребят, смотрите, какую мы вкуснотищу заказали. Что такое? Ну, это салат. Здесь водоросли. Потом ленточный тофу порезан. И огурчики. Это пельмешки у нас, получается, со свининой. Пекинской капустой. И кукурузой. Правильно? И вот такой соус, ребята. Приятного аппетита. А вот и Леша приехал. Доброе утро. Привет. Привет. Ну, ты прям, я смотрю, брутально выглядишь на этой штуке. Да. Хоть он и трамвай. Не знаю. Все тебя знают. Местная богема. Вкусненько. Мы позавтракали. Что? Пельмешки, салатик. Круто. Какие планы вообще? Что планируете? Как? Да не знаю. Сейчас полетать хочу. Да. Полетел. Пельмешки. Да. Пельмешки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 понятно это даже какая-то не шарики взяла очень все такое остренькое ребят все приятно аппетита мы кушаем и погнали мы приехали в гонжоу устали вообще просто напрочь я еле языком волочу заказали такси такси пришел к нам электро такси такой типа мини венчик или как внедорожник такой вот такие вот такси вот уже ходят а кстати спотался ребята в instagram выложил фотографию с на мотоцикле да на спортбайке и написал что это спортивный байк такой ажиотаж вообще все спрашивают сколько стоит сколько едет отправишь ли мне и так далее короче сразу же отвечаю всем отправить я не отправлю потому что если отправлять то надо от контейнер один-два штуку наверно не получится ребята ну что дом милый дом наконец-то ребята мы добрались девчульки мне есть к вам сюрприз небольшой от лёши на этом хочу выпуск закончить вот такой у нас поход получился в шэнь-жэнь он удался с покупками приехали ну и увидимся следующих видео будет следующее видео наверное новости когда мы поедем россию и так далее будет все будет более детально подписывайтесь если это еще не сделали ставьте лайки этому видео и все пока ребята пока